Школьный коридор. Алена, я так рада за тебя. У тебя цвет появился. Я, конечно, знала, что время выдачи поставили на утро, но сейчас же даже девяти нет. У нас тоже в прошлом году рановато выдали. Значит, мой соулмейт либо одного со мной класса, либо старше. Всё же повезло тебе, не надо будет ждать, чтобы твой соулмейт дошёл до девятого класса. Хорошо, хоть после совершеннолетия нельзя получить метку. А то это была бы педофилия. Не дай боже, чтобы это когда-то случилось. Школьный класс девятый Б. Вот так закончились их отношения. Представляешь, у Милы и у Марка одинаковые цвета, как же я им завидую. Они встречались и до этого, а теперь их любовь подтвердилась. Я так и знала, что они были созданы судьбой. А как по мне, это глупо встречаться до получения метки. Шанс того, что у них была одна и та же метка, равен почти нулю. Это ужасно. Полностью согласна. Было бы грустно, если бы им пришлось расстаться. Кстати, вы вроде с Марком дружите. Ага, и я безумно рада за него и Милу. О, вот же они. Где? Вот же они идут. Простите, мне срочно нужно бежать. Совсем забыла про встречу с подругой. Но звонок же через пару минут будет. Она уже убежала. Школьный коридор. Алло, Наталья на связи. Что такое, Алена? Зачем? Серьезно? Как такое возможно? Я сейчас буду. Берет? Да, я его взяла в школу. Да, да, сейчас возьму его. Да, бегу я, бегу. Блин, чуть не забыла. Школьная кладовая. Фух, надеюсь, это реально срочно. А то бегать на каблуке не очень удобно. Рассказывай поподробнее, что там случилось. И желательно подробно. У Милы и Марка одинаковый цвет. Так, это я поняла. Что дальше? У них такой же цвет, как и у меня. Погодь, ты хочешь сказать, что кто-то из них покрасился? Но как так быстро? Мне Марк рассказывал, что он и с Милой созванивается по утрам по видеозвонку. Традиция такая. Также Мила пропустила первые уроки, так как ей нужно было в больницу. Возможно, она пошла к парикмахеру, а не к врачу. Именно поэтому мы сейчас идем к ним. Я не позволю, чтобы тебя так подставляли. Да погоди ты. Я не хочу с этим пока разбираться. Это еще почему? Она же обманывает его. Но не так счастливой сейчас. А что ты сама к нему чувствуешь? Я не знаю, это все слишком запутано. Судьба говорит, что он идеальная для меня пара. Но он же мне как брат, и я даже и не рассматривала его в качестве партнера. И что же ты собираешься делать? Нельзя же сидеть на жопе ровной. Я хочу подумать, а попозже наедине поговорю с Милой. Ладно, но если что-то пойдет не так, сразу говори мне. Кстати, у тебя мама работает парикмахером, она сможет закрасить метку? Ого, а сейчас пора на урок, а то звонок уже давно был, а мы тут сидим. Серьезно? Прости, не заметила. Спасибо за все, я побежала. Удачи тебе там. Кстати, мне же тоже пора. Школьная раздевалка. Милая, я пойду в столовую, займу для нас очередь. Да, спасибо, я уже почти переоделась. Кстати, сегодня уже как несколько месяцев, как появилась метка. Это можно считать как юбилеем? Наверное. А что? У меня есть два билета в театр на Лебединое озеро. Сегодня же выступает твоя мама, думаю, ей будет приятно, если мы придем. Марк, спасибо. После балета мы могли бы пойти ко мне? У нас как раз остался черничный пирог, можем посмотреть фильмы Марвел. Все, уже месяцы работы не прошли зря. Все, ладно, не буду тебя отвлекать. А? Кто там? А вот если бы меня взяли на место разыгрывающего защитника, то наша бы команда победила. Да не волнуйся ты так, это же не чемпионат. Это хуже, не могу поверить, что десятый А проиграл девятому Б. Так, надо просто выйти. Это невежливо подслушивать чужие разговоры. Надеюсь, они ничего плохого не подумают. Кстати, как там волосы? Все в порядке? Краска уже сходит, и метка потихоньку становится видна. То есть, сегодня ты ко мне? Ага, будет не очень, если кто-то увидит мою метку. Метка? Разве у нее была метка? Ну, тогда зачем ее закрашивать? Может, ты уже поговоришь с Милой? Поговорю, но попозже. Хватит уже тянуть. Я не тяну. Просто я все еще не разобралась со своими чувствами к Марку. Когда я буду точно уверена, люблю я его или нет, то тогда я расскажу правду. Ладно, как хочешь. Но все же не тяни слишком сильно, а то будет только хуже, если правда вскроется слишком поздно. Да знаю я. Идем уже, а то все булочки разберут, и нам, как обычно, не достанется. Что я наделала? Я должна ему срочно рассказать. Что же мне делать? Я срочно должна найти Марка. Ну что я ему скажу? Мила, ты в порядке? Тебя слишком долго не было, поэтому я пошел тебя искать. Что случилось, Золоса? Тебе плохо или кто-то обидел? Марк, я должна тебе кое-что сказать. Я не твой соулмейт. Твой соулмейт, Алёна. Я... У меня нет метки, это все краска. Прости, прости, мне так жаль, я не должна была тебя обманывать. Так, сначала, давай мы успокоимся. Нас отпустили с последнего урока, поэтому пойдем скажем твоему учителю, что тебе плохо, и что я тебя отведу домой. Но... но... Прогуливать, конечно, нехорошо, но мы скажем все как есть. У вас добрая, классная, она точно отпустит тебя. Спасибо. Я премного благодарна. Идем, у вас вроде английский в 15. Ого! Дома. Алё? Привет, Алён. У тебя есть планы на сегодняшний вечер? Только если считать уроки и просмотр сериалов. А что такое? Просто мы давно не выбирались вместе куда-то. Но мы же недавно собирались все вместе. Я имею в виду вдвоем. Может, сегодня вечером? Эм, предлагаешь просто погулять или сходить в конкретное место? Театр. Театр? Ну, не знаю. Может, ты сходишь с Милой, ей точно понравится. У неё сегодня дела, ну так что? Ладно, давай, тогда с меня закуска, раз ты покупал билеты. Да не обязательно. Обязательно. Я тоже хочу сделать тебе приятно. Так что давай, я пойду собираться. Да не торопись ты, я же времени сказал. Представление в шесть вечера. Встречаемся за полчаса около театра. Тебе недалеко идти? Ага, ага. Пока. Ага, пока. С тобой точно всё в порядке будет? Ага, да и вы должны поговорить об этом. Улица. О, а помнишь тот момент, который был в конце? Ада же был просто великолепен. Алена, это был не Ада же, а Акода. Но, соглашусь, он был исполнен великолепно. Пожалуй, все эти названия запомнил ради своей девушки. С чего ты это взяла? Ты никогда прежде не увлекался танцами. А тут как только у тебя появилась девушка-балерина, то сразу всё знаем. Кстати, о ней. Что-то случилось? Я не знаю, с чего начать. Говори всё прямо. Я знаю, что ты мой настоящий соулмейт. Как? Как давно? Недавно. Сегодня Мила рассказала. Как долго ты собралась это держать в секрете? Пока всё не обдумаю. Больше всего на свете я ненавижу ложь. Я знаю, но я никак не могу разобраться со своими чувствами. Ален, я сейчас очень сильно расстроен. Я понимаю, прости. Я буду ждать. Что? Я буду ждать столько времени, сколько потребуется, чтобы ты разобралась в себе. Но и ты мне дай время прийти в себя. Когда придёт время, поговорим, как нормальные люди. Огу. А сейчас давай, я тебя провожу домой, а то уже поздно. А как там Мила? Она у себя дома. Скорее всего, ест мороженое и смотрит фильмы «Лёд». У тебя есть все права на то, чтобы злиться на неё. Но прошу тебя, будь с ней помягче. Она очень сильно сожалеет. Я постараюсь. Спасибо. Улица. Она была такая злая, что мальчишки задних порт утихли. И тут демон дурак класса выдаёт, а я... Эй, девчонки. Давно ждёте? Уже как минут пятнадцать. Простите, мы немного задержались. Всё в порядке, но с вас мороженое. Ладно, идёмте. Я тут недалеко тележку с мороженым видел. Хэй, Мила, всё нормально? Выглядишь бледной. Я что-то не очень хорошо себя чувствую. Я лучше домой пойду. Давай я тебя до дома провожу. Нет, всё в порядке. Я сама. Вы поругались? Если бы, тут всё намного сложнее. Школьный класс девятая Б. Хэй, Алён. А ты не знаешь, что случилось с Марком и Милой? Нет, а что такое? Просто они избегают друг друга на протяжении всей недели. У вас точно ничего не случилось? Просто ты и Марк тоже особо не общаетесь. Да всё в порядке. Прошу, не беспокойтесь. Школьный коридор. Эй, Мила, подожди. Опять. И что это было? Мила меня избегает с того момента, как всё узнала. Не надо было тянуть. Да, да, я знаю, но что мне делать? Поговорить с ней. А я что пытаюсь сделать, по-твоему? Ха-ха. Что бы ты без меня делала? Эй, ты куда? Что ты имеешь в виду? Видела тучи? Ну и? Ты сегодня прогноз погоды смотрела? Ага, только вот там было сказано, что дождя сегодня не будет. И поэтому ты не взяла зонт. К чему ты ведёшь? А то, что сегодня будет дождь, мне так бабушка сказала. А она отлично разбирается в этом. Скорее всего, Мила тоже не взяла зонт. А ты ведь помнишь, какой у неё иммунитет? Фиговый. Помню, как она однажды на полгода слегла, после того, как попала под ливень. Вот именно. Она, скорее всего, будет ждать на пороге школы, пока дождь не пройдёт. И тут ты с зонтом предлагаешь ей помощь. Говори, что проводишь до дома. И мы по пути могли бы поговорить. Только вот ты забыла, что я тоже зонт не взяла. Не волнуйся, я дам тебе свой. Всё же благое дело. Спасибо, Наташа, я у тебя в долгу. Всё же благое дело. Школьный двор. Неожиданно, правда? Кто бы мог подумать, что сегодня пойдёт дождь? Ну точно не синоптики, это же не их работа. Скорее всего, он закончится не скоро. Наверное. Может, я проведу тебя до дома? Я... Если тебе не сложно, я буду премного благодарна. Ого, идём. Как прошёл день? У вас вроде контрольная была, если не ошибаюсь. Говорят, завтра в столовой будет курица с макаронами. Слава богу, что не рыба, да? Прости. А? Прости, краска скоро сойдёт, и тогда все узнают, что я лгунья. Да, и я не лучше. Вместо того, чтобы сразу пойти и поговорить, я тянула до последнего. Сегодня была контрольная по литературе, а завтра в столовой подадут не курицу, а котлету. Но ты права, это лучше, чем рыба. Хм, не зря ты помощница старосты класса. Им должна была стать я, но эта роль не подходит молодой девушке. Раз, два, три. Сексизм от мистера Зануды. Ах, учитель истории всегда был таким. Просто он приверженец старого времени. Можно вопрос? Ого. Зачем ты солгала? Я... Я побоялась остаться одной. Марк мне очень дорог, поэтому я повела себя столь эгоистично. Я пыталась найти его соулмейта, но не найдя её, я подумала, что могу ещё немного побыть с ним. Если бы я знала, что это ты, я бы никогда так не поступила. Прости. Ладно, всё, хватит, всё хорошо. Прости. Всё, всё, я тебя давно простила. Ну вот. Я сильно задела Марка. И поэтому ты нас с ним избегала? Я не могла смотреть вам в глаза. Что теперь делать? Есть одна идея. Я готова на всё. Улица. Мила в последнее время выглядит слишком грустной и молчаливой. Но как только я пытаюсь к ней подойти, она сразу убегает. Как же я скучаю по её улыбке, по мягким пальцам. Я скучаю по ней. Ей, наверное, сейчас тяжело. Может, тогда... Да, раз я не могу поговорить с ней напрямую, то это самый лучший выбор. Что? Что? Боже ты мой! Надеюсь, у тебя всё хорошо, принцесса. Надеюсь, ей понравится шоколад. Блин, почему весь белый шоколад раскупили? Алло. Ты определилась? Да, я тоже. Что? Хорошо, но зачем? Как скажешь. За кулисами. Почему именно здесь? Ты же не любишь такого рода мероприятия. Ага, все эти школьные концерты довольно скучные, но тут кое-кто выступает. Кто? Тсс. Сейчас она будет. Она? Тсс. Спасибо, Мария. Это было великолепно. А сейчас на сцену выходит ученица девятого А, Мила Соколова. Простите, можно микрофон? Ммм, да, только ненадолго. Я хочу только сказать, что посвящаю свой танец одному из самых дорогих мне людей. Спасибо. Возможно, это внезапно, но я не думаю, что люблю тебя. Пусть судьба и говорит, что мы идеальная пара, но ты всегда для меня будешь как брат. Я тоже так думаю. Я люблю тебя как сестру, но не больше. Та, кого я люблю больше всего на свете. Беги к ней. Ей сейчас необходима твоя поддержка. Как-никак, первое выступление. Спасибо тебе, Ален. Ты уверена в своем решении? Ага. Они прекрасная пара. И пофиг на эту судьбу. Никто не вправе за нас выбирать. Только мы сами выбираем свой путь. Красиво сказала. В интернете нашла? Что ты? Это же мои слова. Я переделала слова одного философа. Валим отсюда? Ага. Мы еще на вечерний сеанс успеваем. Прости меня, Марк. Все в порядке, милая. Я люблю тебя. А как же Алена? Мы согласны на любовь, как у брата и сестры, но по-настоящему я люблю только тебя. И я тебя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok